Привет, гики и любители цифровых приключений. Сегодня у нас на повестке Червь Морриса, первый в истории сетевой террорист, который в 1988-м чуть не отправил интернет в цифровую могилу. Представьте, один парень, один кот и хаос на миллионы долларов. Это не просто байка из прошлого, это старт всей кибербезопасности, которой мы дышим сегодня. Вас ждет эпичный замес факторов, немного юмора и пара уроков, чтобы ваш роутер не стал следующей жертвой. Погнали разбираться, как все началось и почему до Морриса вирусы были просто детскими шалостями. Эй, давайте-ка сделаем движ вместе. Жмите лайк, подписывайтесь и кидайте видос в чаты, это как топливо для канала. Помогает нам расти и штамповать годноту. А если хотите, чтобы такие истории лились рекой, заглядывайте на Бусти, там можно подкинуть монет на кофеек для новых выпусков. Все, что вы видите, держится на вашей поддержке. Так что вы, настоящие боссы этого шоу. До Морриса в мире уже шныряли программы, которые мечтали стать вирусами, но, честно говоря, это были такие цифровые малыши, а не серьезные кодовые гангстеры. Давайте заглянем в доисторическую эпоху кибернетики. Первая звезда – Дарвин, 1961 год, детище кодеров из Bell Labs. Они запускали куски кода, которые дрались за память компа, как микробы за последнюю чипсину в пачке Принглс. Победитель забирал всю раму, а лузер улетал в цифровое небытие. Прямо голодные игры для байтов. Но все под контролем. Никакого хаоса за пределами лабораторий. Дальше Крипер, родом из 1971 года. Ее слепил Боб Томас для сети Арпанет, прадедушки интернета, где тусовались ученые и военные. Крипер прыгала с машины на машину и оставляла записку. «Я Крипер, поймай меня, если сможешь». Звучит как вызов из дешевого ужастика, да? Но вся ее угроза, как сосед, который в три часа ночи орет «Я дома!» и валится спать. Самое распространение – ноль. Ущерб? Минус один миллиард. Просто игрушка для гиков, которые радовались каждому пикселю. Потом появился Рипер, программа, которая гонялась за Крипер и вырубала ее. Первый антивирус в истории, но об этом как-нибудь потом. Компьютеры тогда были размером с комнату. Интернет еще не родился. Так что эти шалости оставались в песочнице. Получается, до Морриса вирусы были как школьники с рогатками. Пошуметь могли. Котов попугай. Но школу поджечь? Неа. Все изменилось, когда один любопытный студент подумал «А давайте-ка я проверю, насколько хлипкий этот ваш интернет? Как думаете, что он учудил?» Перенесемся во 2 ноября 1988 года, эпоху высоких причесок и компьютеров размером с холодильник. Пока смертные спорили, что круче – ВИЧ или Бетамакс? И ждали, когда модем закончит свою пилорамную песню? Парень по имени Роберт Моррис задумал нечто эпичное. Он сидел в подвале Массачусетского технологического института. Место, где рождались идеи, способные изменить мир или слегка его подпалить. Аспирант Корнелла. Он решил, что запускать эксперимент из своего кампуса слишком скучно и палевно. Пробрался в Массачусетский технологический институт, как ниндзя в чужой сервер. И задался вопросом. А какого вообще размера этот ваш интернет? Тогда интернетом, как мы его знаем, не было. Только Арпанет, элитный клуб для ученых, военных и гиков, обменивавшихся данными на черепашьей скорости. Его идея – написать код, который пробежится по сети как переписчик населения и скажет «Тут 10 машин, там 20». Чисто научный интерес. Ничего криминального. Он даже замаскировал следы, чтобы не светить Корнелл. Хитро, как школьник, подставляющий друга перед училкой. В тот вечер он дописал код, откинулся на стуле, может, хлебнул колы и нажал Enter. Программа рванула по сети, как курьер с горящим заказом. Только вместо пиццы она несла хаос. Этот счетчик оказался не просто ботом, а цифровым зверем, размножавшимся быстрее сплетен в чате. Что-то пошло не так, и мир вот-вот узнает, что такое настоящий сетевой кошмар. Как думаете, что превратило эксперимент в катастрофу? Давайте копнем глубже и узнаем, кто такой этот Роберт Моррис, чье имя до сих пор звучит, как легенда. Роберт Тапан Моррис — не просто чувак, случайно сломавший интернет, а парень с родословной покруче, чем у супергероев. Его отец, Роберт Старший, был криптогуру в АНБ, где шифры посложнее, чем в шпионских фильмах, и приложил руку к созданию Unix — системы, без которой не было бы ни Linux, ни серверов для TikTok. Это как если бы Тони Старк вырастил хакера, только вместо реактора у Роберта младшего был мозг, набитый кодом и безумными идеями. Родился в 1965-м, когда компьютеры были как диваны, а дискеты еще не придумали. С детства было ясно — этот пацан не для футбола, он для сетей. Окочил Гарвард — место, где рождаются президенты или гении, а иногда слегка опасные гении, как Роберт. Потом — аспирантура в Корне, где он явно не только кофе на лекциях пил, но и вынашивал планы покруче шахмат с ботанами. Что им двигало? Ни деньги, ни слава, а чисто любопытство, как в детстве, когда разбираешь будильник, чтобы глянуть, как он тикает, а потом полдня собираешь. Роберт хотел понять, как устроен арпанет. И решил — посчитаю-ка я его ради прикола. Никакого зла, просто гиг с вопросом «а что если?» и доступом к терминалу М и Т. Правда его «что если?» оказалось, как эксперимент с микроволновкой и фольгой. Прикольно, но дом чуть не сгорел. Вот такой он, Роберт Моррис. Мозговитый, любопытный и с талантом устраивать цифровые пожары. Но как этот парень с мозгами Эйнштейна и шалостями подростка превратил невинный эксперимент в сетевой апокалипсис? Погнали разбирать, как работал его знаменитый червь. Сеть в те годы была как швейцарский сыр. Дырки в безопасности такие, что туда мог пролезть не только червь, но и цифровой слон. Роберт этим воспользовался как кот, лезущий в форточку за колбасой. Первая лазейка. Почтовый сервер SendMail. Уязвимость в отладочном режиме. Кидаешь команду, и код уже внутри. Это как ключ под ковриком с запиской «бери что хочешь». Торая дыра — сервис Finger, показывавший, кто онлайн, типа древнего в сети из ВКонтакте. Червь закидывал его запросами, пока система не падала в обморок от перегрузки. Но это еще не все. Он подбирал пароли, и тут держитесь. Без суперкомпьютеров, просто словарь на 400 слов. Тогда love, password, secret и раз-два-три-четыре были нормой. Это как запереть дверь скотчем и удивляться, что в воры зашли. Угадывал он почти каждый второй комп. Настолько все было нараспашку. А теперь, главное, попав на машину, червь плодился, как кролики на стероидах после тусовки. Проверял, есть ли копия. И с шансом 1 к 7 все равно размножался. Типа, да ладно, еще один не помешает. Из-за этой наглости компы зарастали копии, как чат спамом после «Привет, как дела?». Процессоры гудели, как старый пылесос, память забивалась, и машины погружались в цифровой сон. За 15 часов этот кошмар заразил 6000 узлов. 10% сей ARPANET, которая тогда была всем интернетом. Ущерб. От 10 до 100 миллионов долларов. Точнее, не скажешь. Потому что админы считали. Сидея на глазах. Они перезагружали сервера. Рвали волосы и орали. Это был первый настоящий киберхаос. И все из-за любопытства одного парня. Мир понял, что пора закрывать форточки. Но что стало с нашим героем, когда его эксперимент вышел из-под контроля? Червь Морриса устроил такой переполох, что админы до сих пор вздрагивают, вспоминая 1988. Роберта вычислили быстрее, чем вы находите вай-фай в кафешке. В 1989 он стал звездой первого суда по новому закону о компьютерных преступлениях. До него такого даже не было, он реально вошел-то в учебники. Представьте, парень, хотевший посчитать интернет, стоит перед судьями. А ему светит пять лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч баксов. Это как если бы вас поймали за пролитый кофе на принтер и потребовали миллион. Прокуроры рисовали его цифровым Дартом Вейдером, мол, он жаждал хаоса. Защита отбивалась. Да вы что, это ботан, который слегка переборщил. Дайте ему шанс, он не со зла. Судьи глянули на его умный взгляд, вспомнили, что папа – криптограф из АНБ и решили. Ладно, Роберт, живи, но веди себя тихо. Итог. Три года условно, 400 часов работ. Представляете его с метлой у метро. И штраф в 10 тысяч, что тогда было как пара компов. Конец? Неа. В 1995 он с корешем запустил Виа-Веб, штуку для интернет-магазинов. Когда онлайн-шоппинг был как НЛО. Все слышали, но никто не видел. В 1998 году Yahoo выложила за него 49 миллионов. Это как если бы вас поймали за граффити, а потом музей купил ваши каракули за миллионы. А потом он стал профессором в MIT. Да, в том самом месте, где все началось. История Роберта доказала. Даже если случайно сломаешь интернет, жизнь может дать второй шанс покруче первого. Но какие уроки нам вынести из этого? История Роберта Морриса не просто байка про любопытного гика, случайно сломавшего интернет. Это урок, кричащий через десятилетия. Безопасность, не игрушки. В 1988 пароле были «Раз, два, три, четыре» или «Лав», как дверь с табличкой «Бери мой ноут». Сеть была дырявой, как старый носок, и никто не парился. Но знаете что? Уязвимости никуда не делись. Они в вашем Wi-Fi, роутере, умной колонке или той проге, что вы скачали для теста. Червь Морриса показал. Не нужен злодей в капюшоне, чтобы устроить апокалипсис. Хватит одного «А что будет, если…» И мир понял, что пора запирать двери. Так что не зевайте, обновляйте антивирус. Ставьте пароли посложнее имени собаки или QWERTY. И не тыкайте в код «Просто глянуть», а то станете следующим Моррисом, но без хэппи-энда. Эта история о том, как любопытство заставило мир открыть глаза на кибербезопасность. И теперь ваша очередь не пустить хакеров на вечеринку в ваше облако. Моррис? Гений, чуть не спаливший интернет? Или везунчик с шаловливыми ручками? Пишите свою имху в комментах, мне прям интересно, зашёл ли этот триллер? Если кайфанули, жмите лайк. Подписывайтесь и бегом проверять, не завёлся ли в роутере кодовый кролик на стероидах. Мой движ ловите не только тут. Я шпарю контент на YouTube, Rutube, Дзене и ВК-видео. Выбирайте свою тусу и врывайтесь. Ещё есть блог freewifi.ru, там тонны годноты про фишинг и пароли. Удобнее всего это читать в моём Телеграм. Подрубайтесь, чтобы в 2025 быть в теме ИИ и безопасности. Как боссы. Хотите закинуть монет на кофе? Можете это сделать через Donation Alerts или Boosty. Ссылки внизу. Это как лайк, только с бонусами. Спасибо, что вы тут. Готовьте попкорн. Скоро новый замес. Будет жарко.